Кириллу становится все хуже. 11-летний мальчик с диагнозом первичное иммунодефицитное состояние уже два года не был в школе. На улице выходит ненадолго и все чаще лежит. Играть в телефоне он теперь тоже не может. Доктора запретили. Чтобы быть поближе к врачам, они переехали к бабушке. Сдает многочисленные анализы, но мечтает о другом. Хочу ходить в школу. Хочу много друзей завести. Он тяжело вздыхает, а мама говорит о том, что Кирилл сильнее, чем кажется. Бесконечные уколы, постоянные таблетки. Недавно они провели месяц в клинике Санкт-Петербурга. Там уж не врачи тоже разводят руками. И надежды семьи только на израильских докторов. Они вселили надежду, что ребенок может выздороветь. А пока состояние оставляет желать лучшего. Ему взяли биопсию из желудка, потому что есть подозрение на новое обращение в желудке. Но это пока только подозрение. Чтобы исключить, взяли биопсию под наркозом у него. После наркоза мы были в реанимации. Немножко тяжеловато перенес. О судьбе Кирилла Николаева мы рассказывали в июле. Отчаявшаяся мама тогда обратилась ко всем жителям Мордовии с просьбой о помощи. Чтобы пройти полное обследование в Израиле, нужна была немалая сумма – 814 тысяч рублей. Для мамы двоих детей это были нереальные деньги. Но совместными усилиями средства собрали. Поездку назначили на конец октября, начало ноября. Но появилась новая проблема. Цены выросли. На все. На проезд и проживание денег нет. Сейчас стал вопросом, что даже когда мы смотрели в сентябре месяце, билет стоил 25 тысяч. То есть на двоих туда, в одну сторону. Сейчас 45. И поднялась цена на жилье. Потому что две недели у нас карантин. Даже при въезде туда обязательно две недели карантина. Жилье прибавилось было до этого 28 долларов в сутки. А сейчас 48. Но нам не хватает на дорогу. То есть вот дорога у нас получается 45 туда, 45 обратно. 90. И проживание. Получается около 150 тысяч. То есть сумма тоже очень большая. Это еще если мы рассчитаны на три месяца. И мама вновь просит помощи. Если вы хотите помочь Кириллу, можете направить деньги на счет или позвонить его маме по телефону. 8-991-110-08-02. Наталья Тюрьевна, Николай Лужкин. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин